Еврозона В которых они рассуждали Как они будут поставлять ракеты Каким транспортом Чтобы самим не быть втянутыми Чтобы красиво это сделать Флаг под чужой операцией И крылатые ракеты Таурус Как доставить на Украину Ну в принципе с точки зрения немецкой безопасности С точки зрения немецкой безопасности Генералы которые от вольного болтают по телефону Ну болтун находка для шпионов И эти генералы конечно же Допустили прокол с точки зрения Своей немецкой безопасности Порадовали все человечество И Писториус выступил и сказал Что своих хороших генералов Он отдавать не будет Это элементы гибридной войны То есть болтают гибридной войны со стороны России То есть Россия гибридно атаковала Германию тем Что немецкие генералы рассуждают слух О том как поставить ракеты на Украину Нормально? Логика Это не перекрученная логика На черное говорить белое это нормально Притом Писториус самый популярный политик Германии Министр обороны действующий Еще вопрос вроде бы как не решен На следующих выборах Писториус будет кандидатом в канцлера От партии социал-демократов Или все-таки Шольц И когда спросили сейчас совсем недавно Писториуса Ну как вы себя видите кандидатом в канцлеры На что Писториус отшутился Он сказал Я и так самый главный Я министр обороны Вот так вот самый главный И гибридная война Которая Германия обвинила Россию Смешно, ну правда Это же не просто там алогично Алогично Это пропаганда в стиле Я даже не знаю в каком Точнее я знаю в каком стиле Но если я сейчас скажу в каком стиле Министр обороны Это влиятельный человек в Германии Министр обороны Назначит еще одну проверку Моих высказываний Там и так этих проверок много Теперь еще одна проверка Будет в чем стиль Жоната сказал Поэтому дорогие радиослушатели Оставляю на ваше усмотрение Было ли это в стиле Геббельса Ложь должна быть чудовищной Чтобы в ней поверили Или все-таки это в рамках Современной социал-демократии Ну при том что Если добавляешь Вот национальные интересы То националы, социалы Это уже такая игра слов Которые очень страшные Это уже тонкий лед Ну не дай бог их всех сравнить Но дело не в нем А дело в том что После того как вслух заговорили Я помню статью большую В сербской газете Что Германия готовится к войне Немецкие официальные лица Стали усиленно говорить Мы не готовимся к войне Мы не готовимся к войне Следующий шаг Писториус попадает Туда в Литву К Науседе О кстати там выборы Кстати А да Науседа выиграет Великий покровитель Ветеранов СС Выиграет выборы В одном карликовом Европейском государстве Я в этом не сомневаюсь Ну просто не сомневаюсь Выборы там сегодня Второй этап Ну вообще вот настолько неинтересно Все я закончил 30 секунд я закончу И там будет корпус немецкий В размере 5000 солдат Для того чтобы хранять Вот это карликовое государство От имперской амбиции России Ух Кстати По выборам Там кто-то заикнулся Давайте попробуем Восстановить отношения с Китаем Смешно Смешно Повестка А давайте попробуем Восстановить отношения с Китаем Ну-ну И Пистуриус Когда говорит о 5000 Личного состава Они же там Не картофель будут сажать Они там С танками В принципе С той базы В которой они стоят До Минска Марш-бросок Я думаю 4 часа До Минска То есть войти в Беларусь В танковые бригады Зачем 5000 человек Там нужно Бояться они действительно Что у них Россия нападет Помогут ли эти танки Если столкновение НАТО Россия неизбежна Я не знаю Я знаю что Бронированные кулаки Вот все что мне Военные эксперты говорят Что они для другого Они не для обороны И когда Пистуриус говорит Ах это оборона То это совсем не оборона Но опять же Немецкое правительство Вступает и говорит Мы для обороны Мы защищаем наших союзников По НАТО Мы боимся что Россия нападет Опять это все об обороне Но готовятся ли они к войне Меня не интересует Как вы там врете Или не врете Оборона это или не оборона Меня интересует другое Меня действительно интересует Готовитесь ли вы к войне Я понимаю что существует Поговорка и мудрость Хочешь мира Готовься к войне Я понимаю что Под шумок украинских событий Рай металл Зиганув в приветствии Но как зиганули Они же спрятали Что они зиганули Они же не публично сказали Зигхаль Что вы боже сохрани Они сказали Это завуалировано Они послали код Мировое пространство Может быть азову Или еще как то Они сказали Мы готовы 88 бронемашин поставить 88 напоминаю еще раз И это надо напоминать Это надо внести В учебники современной истории Как посылают коды И как зигуют красиво Так чтобы никто не понял И мало того Ты не можешь даже Через уголовный кодекс Преследовать Ты не можешь следствие начать По этому поводу 88 В Германии Это знак неонацистов Обозначающий Хальхитлер По принципу HH Немецкая буква Х Хальхитлер Обозначающая Восьмая буква Немецкого алфавита Хальхитлер Это код неонацистов Так что 88 бронировочных машин Прекрасно знал Директор Металл Райан Металл О своем публичном заявлении Что он пишет Прекрасно Поэтому я говорю Что зиганул Ну так знаете Так спрятанно Зиганул По демократически Ну хорошо Это ВПК Германии Они там растут Но опять же Германия говорит Мы не готовимся к войне Мы не хотим воевать И я в этот момент Сейчас На прям Вот очень коротко Уйду из Германии Современной И вернусь в Европу И в Германию Конечно же Во времена Второй мировой войны Значит в те времена В различных местах Сегодняшнего Евросоюза На тот момент Это была Оккупирована Германией Вся территория Она примерно Совпадает с территорией Евросоюза Если взять Союзников Германии И тех Кого Германия Оккупировала То есть Великий Третий Рейх Он по территории Что-то типа Евросоюза Из различных мест Все время Вдруг Неуловимо Выходили в эфир На связь Радисты И Тогда это была Азбука Морзе Значит И То это была Швейцария То Бельгия То Нидерланды То Германия То снова Швейцария Из различных точек Выходили на радиосвязь И понимали Что Так как это неуловимые То что они посылают Это ярко выраженно Посылают либо британцам Либо в Советский Союз И Существовал специальный отдел Абвер Который занимался Функ Абвер Радиозащита Радиоперехват Подчинялся он Непосредственно Контрразведной организации СС В задачи которой Входило обнаружение Ликвидация нелегальных Передатчиков Которые работали На территории Германии И не только На территории Германии И на тот момент Когда Был слышен Ну вот радиоэфир В котором Вот эти сигналы Звучали Радистов Называли Как правило Пианистами Ну то есть И тогда Вот появились Эти вот выражения Это пианист Играет на пианино И Появилось название Красного оркестра Красный оркестр Который был Красная капелла Красная капелла Передавала информацию Я думаю Кто-то видел фильм Кто-то читал Кто-то Впробовал Просто информацию Покопать О чем это было Но это было Скажем так Это массировано было И Стало известно О существовании Красной капеллы Когда Взяли в плен Советской армии Зам Шефа гестапо Оберфюрера СС Фридриха Панцингера Я когда прочитал Фамилию Панцингер Я подумал Ух ты Ух ты Ну ладно Я потом скажу С какой фамилией У меня перекликается Это все И Тогда уже На допросе Этот нацист Показал Что Вот как Отслеживали По всей Европе Вот эти Игры Радиоперехват И Шифровальные Сообщения Шифрованные Сообщения Которые шли Это были Действия Против музыкантов Против пианистов Я смотрю на часы У нас сейчас Техническая пауза И глоток кофе Небольшая пауза Напомню номер 5533 Слово Вести В начале 170 63 63 Код 903 По этому номеру Можно писать В ватсап К нам в прямой эфир Вести ФМ Да Владимир Можем продолжать И вот значит Гестапо СС То есть Вы атмосферу Понимаете Что я говорю Они Понятное дело Они в войне Логично Они ищут Кто ведет Эти радиопередачи Но сейчас Разговор не о Нацистах А о том Что было Засифровано В этих передачах И о чем Там шла Речь Канарис Например Который возглавлял Абвер Адмирал Канарис Он Ему Я не помню Как там точно Цитата Принадлежит Но Он говорит Что Деятельность Красной капеллы Красного оркестра Красной капеллы Красного оркестра Стоила там Сотни тысяч Жизней Немецких солдат То есть Деятельность Которую ввели Вот эти Разрозненные Антифашистские группы Это развед Сообщества Как сегодня Можно сказать И Они передавали Что-то И Оценка Канариса Она именно такая Что это стоило Сотни тысяч Ну плюс-минус Я не помню Сейчас точно Дословно Но примерно Так И Я перечитал Много книг О Канарисе В оригинале На немецком Читал И Вот эти Вот игры Которые были Там на самом деле Там были Пара докладных Записок Что нужно Поменьше Говорить о некоторых Вещах Ну просто Поменьше И Одна из таких Вещей Это Известный Факт Предупреждение О том Что Германия Готовится К нападению На Советский Союз Пришел именно Оттуда Из вот этого Большого Объединения Красного Капеллу Там был Свой Дирижер Как они Его называли На Абверовском Жаргоне ССовцы И Что вот Этот вот Дирижер Он сообщил О подготовке Германии К войне Против Советского Союза На основании Вот какой Информации Немцы Воюя В Италии На севере Африки Шпацируя Просто По Голландии Так легко Разомялись Во Франции Там Что-то Подобие Войны В Польше Немцы Не Закупали И когда Немцы Стали Закупать Утепленную Одежду Для солдат И офицеров Тулупы Там Ну не валенки Ну утепленную Одежду То вопрос Куда они могли Пойти Для чего Им нужна Теплая Одежда И из этого Сделали Логический Вывод Они готовятся К войне Советским Союзом Именно По закупке Теплой Одежды На этом Я заканчиваю Краткий Эскурс В Красную Капеллу В историю Возвращаясь Сегодняшний День Есть вещи Которые Невозможно Недооценивать И информация Которая О них Появляется Вот в старые Времена Когда стала Эта информация Известна О подряде О большом подряде Вы представляете Получить что такое Военный подряд И вот чтобы получить Военный подряд Ну понятно Бизнес В те времена Тоже бизнес люди Бизнес тусовки Точно так же Французские курорты Точно так же Швейцарские курорты Все то же самое Что сегодня И в одном из личных разговоров Он там проскакивает Ой там у нас Вот подряд А у тебя нету там Ну очень утрированно Я сейчас пошучу Валенок у тебя нету А сколько тебе нужно Ты тут 500 тысяч Ого какой контракт Ну и все начинают Шевелиться В бизнес сообществе И вот Когда такие вещи Происходят Когда такие вещи Происходят В старые времена Это был конечно Личный контакт Это действительно Нужно было быть Вхожим в определенные Круги В определенные Сообщества Это очень важная Информация Точно так же Как заказывают Не в большом количестве Или точно так же Как примитивно говорят Что ее заказывать Не будут Почему А потому что Скорее всего В воздухе что-то сидит Я точно знаю Русский газ Больше не будет в Германии Откуда ты зажнал За две недели Что русского газа Больше в Германии Не будет Там же взрыв Только через две недели Произошел Ну такие вот вещи Они интересны Но тем не менее На сегодняшний день Есть интернет И в интернете Огромное количество Сообщений Различного толка И в этих сообщениях Различного толка В интернете Можно найти О закупках Информацию Можно зайти Об инвестициях В оборонную промышленность Можно зайти Найти Информацию О закупках Сколько хлопка купили Кто у кого Тончайшего Который нужен Для производства пороха И выращивает ли В Великобритании Этот хлопок Ну то есть Вещи такие Знаете Когда Министр обороны Польши Там Или министр Иностранных дел Польши Высказывается И говорит Мы вкладывались Там В новые технологии Оказывается Тупо снаряды Нужны Тупо снаряды Тупо порох Ну там Современный порох То тогда понятно Почему борьба Идет за тонкнув Волокноху Лобка Там все становится Понятно Это не потому что Какой-то итальянский Дизайнер Придумал новую ткань Абсолютно нет И в этом контексте Любая информация Которая появляется В публичном пространстве Она очень важна Для меня например Тревожным стало Не то что Германия Таурс Там пробует Подпольно поставить Для меня как раз Это из тени Вышло то Что не должно Было выйти Но это логично Но есть другие Признаки подготовки К войне Например Создание боевых Отрядов Гражданской обороны Под патронажем Министерства обороны В различных городах Германии Ну что это Как не подготовка К войне Это Что За объединения Такие Под патронажем Министерства обороны Когда мужчин Записывают Добровольцами Тревожный ли это знак Я считаю что да Безусловно Это значит Есть мышление Есть запросы Кто-то уже Начал эту деятельность Значит действительно У вас есть Стратегический план Развития на будущее Дальше Резервисты В Германии Получают письмо Например Ой ребята Стоят Там пивка Пьянствуют И говорят Ой слушайте Там типа Ну вроде Вроде сборы Вроде сборы будут Ну не мобилизация Вроде сборы будут Является ли это информация Это журналистская информация Можно об этом вслух говорить Попадаешь ли ты под статью Госизмена на территории Германии За то что ты вдруг Стал говорить о том Что люди получают Такие письма Там есть параграф Разглашение или не разглашение Ну вот этих письмах И когда говоришь Слушай мужик Покажи мне письмо Чтобы я с ним ознакомился Он такой Упаду Ну и в нафиг Я что-то личное Сболтнул Является ли это тайной информацией Понятия не имею Но в интернете Об этом с утра до ночи Говорят Прикалываются И я не знаю Фейк это или не фейк Но я знаю точно Что есть один не фейк И вот этот один не фейк Значит депутат Бундестага Притом есть видео Где эта смелая женщина выступает И говорит по поводу Эскалации отношений с Россией В Бундестаге По поводу Там голосования приема В НАТО Финляндии и Швеции И говорит о том Что нам не нужна Эскалация с Россией И в этот момент В Бундестаге Раздается Очень сильный Неодобрительный гул Они там возмущены Что она сказала И она повторяет фразу Вы что войны с Россией хотите То есть фраза Что нам не нужна Эскалация с Россией Вызвала Бурный Протест Вот этого большинства В Бундестаге Там к сожалению Не видно Кто этот протест создает Но слышно очень четко Это кадры Официальной записи Бундестаговского выступления И вот Комитет по здравоохранению Есть определенный разговор Ну знаете Как правительство Разговаривает с парламентариями На различные темы И одна из таких тем Это касается Полного переоборудования Больниц В Германии Для того Чтобы они были готовы К приему Большого количества раненых Через запятую И синхронизация С гостиницей С больницами Хоспиталями Госпиталями Бундесфера Точка Вопрос Открытые источники Вот если я читаю На сегодняшний день Фейсбук И в Фейсбуке написано Что резервисты Получили письмо А также в Твиттере Запрещенных сетях В Российской Федерации И складываю это С информацией Что идет доклад Который тоже Я из открытых источников Имею В котором стоит Что Германия Задумывается о том Чтобы больницы Германии Были готовы К большому приему людей К чему они готовятся Плюс вот эти вот Добровольные отряды Под патронажем Министерства обороны Мужички будут собираться Вечером сосиски жарить В домино играть Дурака, в козла Или как сегодня Принято в Playstation Или еще в какую-то там Конзоль игровую Или просто Футбол будут смотреть Судачить И пить безалкогольное пиво Ну что Я полный идиот что ли Я не понимаю Что происходит Я не понимаю Что происходит Когда Писториус Говорит о том Что 5000 человек Будет впереди Германии Тогда Германия Готовится к чему-то И это к чему она готовится Это как можно Быстрее вооружиться Программа На 5-7 лет Фонд для этого Создан 100 миллиардов И производство мощностей Которые Райн металл Устраивает В различных местах Государственные подряды Говорят четко Об одном Они готовятся К столкновению По крайней мере Они эти планы Вынашивают Если исходить из того Ах мы растерялись Мы не ждали На нас нападут То Конечно же Хочешь мира Готовься к войне Но не рано Они начали готовиться К каким-то странным Вещам И Исходя из той Риторики Которую я слышу А также из того Что там очередной раз Кизи Вета Из оппозиционной партии Которая Партия Меркель Они же в оппозиции Они же оппозиция Кричит о том Что нужно брать Небо Украины Полностью Под Западное небо Украины Под контроль Ну скажи уже правду Что заводы там Немецкие будут строиться Кизи Вета Господин Скажи уже правду А то так везде его пиарят Во всех дырках Он затычка Во всех ток-шоу присутствует И Все время с этой идеей Вот передача ракет Теперь вот взять небо Ну Есть такое слово В немецком языке Оно мне очень понравилось И очень Очень сильно зашло Ко мне Именно в политическом Именно в лингвистическом смысле слова И в этом отношении Немецкий язык Он силен У них из двух слов Можно сделать одно У них из пяти слов Можно сделать одно И такая смысловая нагрузка Очень сильная Friedensmüde Уставшие от мира У меня такое ощущение Что В Германии Там присуждают иногда Худшее слово года Ну например Эй чувак Можно как одно слово написать Это будет худшее слово года Потому что все его замусолили Так вот Худшее слово года Я уже присуждаю Вот этому понятию Friedensmüde У меня такое чувство Что они реально устали от мира Им надоело Они хотят с огнем поиграть И мне кажется Что у таких Как Извизенвета Депутата Который очень сильно Лоббирует Там Украинскую тему В контексте Дайте им оружие Разрешите им бить Там по всей России Его подружка Штракц Симмерман Из свободных демократов Которую часто вспоминаю Глава комитета обороны Пундестага Что это не дети Которые играются Со спичками И там нету рядом Бензоколонки Или просто Канистры с бензином Это очень серьезные люди Которые выполняют Серьезные установки Мне глубоко уже все равно Есть ли у них Психологические комплексы Из исторического прошлого Ну там может Там знаете Реваншизм За дедушку За бабушку Мне уже все равно Потому что Я убежден в другом Эти люди хотят войны Они устали от мира И их усталость от мира Это моя проблема И я думаю Ваша тоже Сергеенко Владимирович